Сегодня в Малом Зале Дворца Культуры дружны семьи, их болельщики и члены жюри. Всем им сегодня предстоит нелегкая работа. Участникам необходимо доказать, что именно они достойны звания «Семья года». А жюри необходимо выбрать из них победителя. Перед началом конкурса к участникам обратилась заместитель главы Полевского городского округа Ольга Уфимцева. Семья – это действительно все. Это макромир, это микромир. Это большой дом, это маленький дом, это большая семья, это маленькая семья. Но это семья, это то, что всегда с тобой рядом, это то, что тебя всегда поддержит, это то, где ты всегда найдешь поддержку и понимание. Поэтому независимо от того, кто сегодня получит большее количество баллов, вы уже все победители в этой жизни. С этим я вас и поздравляю. Первый этап конкурса – визитная карточка. Семья Рзаевых рассказали о своей семье в стихотворной форме. У каждой семьи есть своя история. История, которая начинается со встреч, с знакомства. Так, по воле случая, а может, по желанию судьбы, два взрослых человека познакомились в сетях интернета. И так родилась наша семья. Мы дарили друг другу тепло и заботу, эмоции, радость, делили заботы. И под Новый год случилось чудо. Мы получили долгожданный подарок – дочку Дашеньку. Семья Катаевых тоже не отстает. Они рассказали, что вместе любят заниматься спортом, и у них даже есть свой девиз. Наш девиз. Мы сильные и смелые. В победе мы стремимся. Успехами друг друга мы все очень гордимся. Семейные традиции для нас ценею всех. Забота и внимание и встретит нас успех. Семья – это доверие, любовь и доброта. Семья – это ответственность, совет и красота. В следующих этапах конкурсанты расшифровывали значение слов «ребенок», «любовь», «понимание». И все отлично справились с заданием. Далее им предстояло поздравить присутствующих с днем семьи в разных ролях. Наталья Мансурова выступила в образе ребенка. Как много разных слов и поздравлений мне хочется в честь Дня Семьи сказать. Я все собрал в одном стихотворении. И вам готов сегодня зачитать. Желаю вам любви своей купаться, как будто в чистой речке много лет. Желаю вам надеть семьей остаться и жить всегда без горестей и бед. И вот наступил в волнительный момент. Члены жюри огласили результаты конкурса. Подсчетное третье место, набрав 41 балл, заняла семья Арзаевых. Второе место с небольшим отрывом достала семья Мансуровых. И победителями конкурса, набрав 48 баллов, стала дружная семья Катаевых. Готовились плотно. Очень много времени посвятили. Ну и... Еще не поняли. Да. Если честно, то нет. Не ожидали. Не ожидали. Далее? Еще не думали, честно. Потому что просто неожиданное первое место. Думаю, что все будет подъемное. Когда конкурс еще не начался, мы вместе с мамой повторяли стихи, готовились к песне. Ну, ну, все. Ну, все делали. Сегодня, конечно, было очень сложно оценивать наши семьи. Были три достойнейшие семьи. Эти семьи действительно очень достойные. Великолепные дети. Все участники конкурса были награждены подарками от спонсоров мероприятия. А лучшая семья года Антон, Наталья, Мария и Анастасия Катаевы будут представлять Полевской на областном конкурсе, который состоится уже в июле этого года. Алина Меньшина, Константин Миронов. Новости Полевского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова